Всем привет! Как я уже обещала, на моем канале очень много будет различных видеороликов о продуктах питания, либо каких-то полезных продуктов, которые я для себя открыла. И вот в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о двух тех продуктах, которые я недавно приобрела. Это кунжутное масло и имбирь. Вообще, встретить кунжутное масло в чистом виде очень тяжело. Как правило, кунжутное масло продается с примесями, с другими какими-то маслами. И имеет цвет, он такой светло-желтоватый, либо желтоватого цвета, кунжутное масло с примесью других масел. И на вкус слабоореховый такой вот вкус и на запах, такой неярко выраженный запах. Если покупать масло в чистом виде, 100% кунжутное масло, то он имеет такой темно-коричневый оттенок, очень насыщенный запах и насыщенный аромат. Вот у меня вот такое вот масло в такой бутылочке. Здесь все написано на китайском языке. Я его заказывала через интернет. Наши российские поставщики, они прикрепили вот такую-то этикеточку. Здесь написано, что здесь 100% кунжутное масло. Наверное, им хотелось бы, чтобы это было 100% кунжутным маслом. Хотя здесь сами китайцы перевели, что здесь какие-то есть добавочные какие-то масла. Здесь дана такая наклеечка и в переводе на русский язык китайцы перевели, что это основное сырье кунжутное масло и вспомогательное сырье съедобные масла. То есть здесь есть примеси каких-то других масел. Но если мы посмотрим на просвет, то цвет у него темно-коричневый, у этого масла. У него очень сильный такой насыщенный запах кунжута, такого пережаренного кунжута. И очень такой насыщенный вкус, ярко выраженный вкус. Поэтому я могу сказать, что здесь, наверное, содержание всех остальных каких-то других добавочных масел, оно является минимальным. Потому что по всем характеристикам оно соответствует это масло 100% кунжутному маслу. Где кунжутное масло можно применять? У него очень большой широкий спектр применения именно в медицине, в медицинских показателях. Но я не буду вдаваться в подробности, я сброшу внизу ссылочку на статью, где можно прочитать, как можно в медицине применять это масло. Его очень широко применяют в кулинарии, либо, допустим, при приготовлении блюд. Но, как правило, это масло не принадлежит термической обработке, потому что оно теряет свои свойства, и поэтому его нужно добавлять уже в готовые блюда. Для чего я его, это масло, взяла? Я сейчас прохожу тренинг, и мне как раз в одном из дней тренинга моим заданием является проведение массажа, то есть комплекса массажных процедур с помощью этих масел. Массажную процедуру можно проводить самостоятельно. Я тоже буду снимать этот тренинг, прохождение этого тренинга. Я потом буду выкладывать. У меня будет отдельно созданный плейлист, где вы сможете увидеть все видеоролики, связанные с прохождением этого тренинга. То есть я это масло брала не для применения в кулинарии, в приготовлении пищи. Я его брала не в медицинских целях, а именно для проведения массажа. И у этого масла тоже такой широкий очень спектр применения в косметологии. Кунжутное масло очень хорошо питает и смягчает кожу. Также оно придает коже упругость и эластичность, поэтому его очень хорошо применять именно для массажа, для того, чтобы ваша кожа приобрела такое упругое состояние. Кунжутное масло великолепно очищает кожу от каких-либо загрязнений на поверхности, от отмерших клеток или от каких-то вредных веществ, которые находятся на коже. Оно очень хорошо способствует регенерации и заживлению кожи. Кунжутное масло обладает бактериоцидными свойствами и противовоспалительными свойствами кожи. Если у вас есть какие-то раздражения, повреждения на коже, покраснения, шелушения на коже, то кунжутное масло хорошо справляется как раз с этими повреждениями на коже. У кунжутного масла есть еще такое хорошее великолепное свойство, как то, что оно борется с преждеверенным старением кожи, связанное с солнечными лучами, с воздействием солнечных лучей и с какими-то гормональными нарушениями. Учитывая, что я загораю в солярии, поэтому для меня очень важно, я смогу делать массаж кожи после солярия для того, чтобы предотвратить его негативное воздействие. Второй продукт, о котором я хочу вам рассказать, это имбирь. Вообще мы привыкли имбирь есть с роллами. Мы просто не знаем другого способа его использования, способа применения, куда что можно, как его применять. Но не считая, наверное, того чая, имбирного чая, который мы тоже можем приготовить с помощью имбиря. Но вот именно маринованный имбирь мы привыкли есть только с роллами. У меня вот такая вот пачка маринованного имбиря, целый килограмм. Неоднократно я его заказываю. Это, наверное, третья пачка, которую я заказала. Я сейчас вам расскажу, где его можно использовать, помимо тех привычных ролл, которые мы привыкли кушать. Был такой один период в моей жизни, когда я сгорелась идеей создания домашних ролл. Я думала о том, что я этих ролл буду готовить в большом количестве, и поэтому я заказала себе целую килограммовую упаковку имбиря. И потом в итоге у меня был куплен имбирь. Он у меня пролежал очень долгое время. Так я не готовила суши, мне легче было их заказать, чем их готовить. И в итоге получилось, что этот имбирь у меня остался без предназначения. Я его разложила по баночкам по каким-то, и он у меня долгое время простоял в холодильнике. И потом я как-то наткнулась на какую-то статью, в которой говорилось о том, что нам, россиянам, очень не хватает как раз жгучих продуктов. Таких как перец с чили, например, туда включается имбирь. Если, допустим, мы посмотрим страны Японии, Китая, азиатские страны, то там очень много того же самого имбиря употребляют. Если мы посмотрим Мексику, там жгучие продукты, там очень много перца применяют, перца с чили, или других различных разновидностей перца. Не знаю, есть еще какие-то другие страны. Насколько я знаю, у них очень такая жгучая, сжигающая пища. И имбирь может вполне восполнить вот эти вот вещества. И я решила вот этот вот имбирь попробовать с другими продуктами. Что я могу сказать? Вообще имбирь, он со всеми продуктами сочетается. Я его и с мясными блюдами использую, я его применяю как в чистом виде. То есть я его не кладу при приготовлении в пище. То есть я его, когда делаю какую-то, допустим, мясную запеканку, да, запекаю мясо, я туда не кладу имбирь. Ну, может быть, возможно так делать, но я этого не делаю. Мы едим пищу, допустим, да, и вместе с какими-то салатами. Салат у нас является дополнением к этой пище. А у меня дополнением к пище является имбирь. Можно все с ним, и сосиски, и, допустим, какую-то жареную картошку, и мясные блюда. То есть с ним сочетаются абсолютно все мясные блюда, кроме рыбных. Рыбы я с ним не пробовала, и как-то я не представляю сочетание рыбы с имбирем. Хотя, возможно, кому-то вот эта вот идея понравится. Кто-то захочет попробовать имбирь не с роллами и сушами, как мы обычно это привыкли делать, а с какими-то другими блюдами. Вот он сочетается очень хорошо с мясными блюдами. С мясными блюдами я пользовала, попробовала его. И могу сказать, что вообще очень вкусно. У нас вот эта вот килограммовая пачка семьи из двух человек, она уходит, ну, наверное, где-то за месяц, за полтора вот эта вот пачка у нас полностью уходит. Килограммовая пачка маринованного имбиря. У имбиря тоже есть широкий спектр воздействия на организм в медицинских целях. Его тоже можно применять, он как-то способствует лечению каких-то определенных заболеваний. Но я тоже вдаваться не буду в эти медицинские подробности. Я вам дам ссылочку, где можно как раз посмотреть вот эту вот информацию. Но у имбиря есть и ряд каких-то противопоказаний. Его нельзя кормящим мамам и беременным на позднем сроке, хотя беременным на ранних сроках как раз он показан, имбирь. То есть его можно кушать и он даже полезен. И его нельзя тем людям, у кого есть какие-то язвы в желудках, какие-то проблемы очень серьезные с пищеварением тоже. Вот у него есть несколько противопоказаний. Кому оказалось полезным это видео, ставьте класс. Подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать внизу. И всем спасибо за просмотр. Пока-пока.